добрый день видео снимать я не собиралась но потом решила все-таки поделиться с вами рецептом наших домашних пончиков а я замесила опару сюда у меня ушло 18 грамм дрожжей обычные львовские дрожжи такие дрожжи есть у нас каждом магазине добавила 40 грамм сахара и 200 миллилитров горячей воды почему горячей потому что у меня дрожжи были с морозилки теплое место я пару ставить не буду я просто накрою полотенечком и потом буду уже использовать позже покажу ингредиенты которые еще буду сюда домешивать вот такое у меня жидкое тесто получилось такой как сметаночка я пока накрою обычным полотенцем и просто отставлю его на некоторое время полный рецепт я выложу в конце видео так поехали итак вернемся к нашим пончикам нам понадобится одно яйцо чайная ложка соли без горки и осталось нам долить 100 грамм воды все это дело надо хорошо перемешать сюда мы добавим муку хорошенько вымешаем но еще я люблю добавляем немного ванили но это еще не все такое блюдо грех не положить куркумы и цвет будет приятнее и по вкусу будет интересней это дело хорошо тоже перемешиваем для того чтобы куркума хорошо растворилась и придала цвет нашему зелью далее мы добавим муки муку я брала с расчета на 100 грамм жидкости 176 грамм муки это очень важно и масло мне не оказалось оказалось что есть маргарин 30 грамм будет очень-очень достаточно все это хорошо вымешаем да что еще хотела показать тоже не менее важно после того как мы добавляем соль у нас на дне появляется осадок я смешала воду яйцо и соль и аккуратненько потом сливаю очень аккуратненько видите на дне там осадок это камушки соли если попадет на зуб будет очень-очень неприятно поэтому я его не использую в тесте просто переливаю споласкиваю мышку и тесто вы обратно где буду мешать в этой чудо мышки но уже без камней очень часто в тесте попадаются камни если где-то покупаем или что-то еще у кого-то едим это очень тоже важно не забудьте про это пожалуйста так подошла наша пара такая замечательная яйцо с водой и оставшуюся муку высыпаем где-то с половинку и делаем замес замес тоже приблизительно до однородной массы плюс-минус это все потом еще отставим на 10 и сюда наливаем тоже нашего пара вылили перемешиваем неудобно это делать деревянная лопатка можно этой руками делать высыпаем оставшуюся муку и у нас остается еще маргарин маргарин у нас уже растаял он абсолютно теперь мягкий но нам надо сейчас хорошо вымешать тесто потому что маргарин или масло что у вас есть добавляем самом конце тесто почти мы вымесили остается сюда добавить маргарин я это дальше буду замешивать вручную поэтому я пока отключусь вот такое у нас получилось тесто я вот так и оставляю ничего с ними делаю я вот так оставлю еще минут на 10 потом когда уже буду с ним работать непосредственно тогда возьму подсолнечное масло и на умение будет прилипать к рукам но пока остается вот как есть обязательно накрыть только сверху полотенечком надо наше тело настоялось сейчас мочим руки обычным подсолнечным маслом идет еще чего подмешаю так все покажу как делать кончики к левое масло масло не жалеем ну хотя бы на сковороду что где-то сантиметр был маслом то и до руки смачиваем в масле берем кусочек теста нашего посередине делаем девочку и вот так два три и положить чем они будут некрасивее тем они будут интереснее и вкуснее и лучше к ним будет прилипать сахарная пудра можно использовать не только сахарную пудру например взбитый белок сахаром как на пасху да пока ложим делаем полностью все тесто наши и по очереди потом мы будем начинать жарить то есть как бы они уже будут у нас все готовы можно руки будут смело помыть потом просто берем и выкладываем на сковороду вон должен быть средний убейте почти половина пончиков в масле то будем проделывать со всеми пончиками да может они не красивые я очень спешу но зато они будут очень вкусные это мой такой креатив жарятся наши пончики и переворачиваю несколько раз несколько раз ну не знаю мне так нравится можете подождать подольше когда они станут золотистые перевернуть мне кажется что несколько раз тогда они более лучше прожариваются наши пончики уже почти готовы переворачиваем обязательно выкладываем бумажное полотенце чтобы лишний жир впитался будет очень вкусный калат и аппетитный покушать но не очень горячий вопрос как сахарной пудрой посыпать обычная ситочка получается нежный снег когда приступа на сахарной пудрой мне кажется что рождество приходит или новый год очень зимная зимняя теплая пора только чай пей и пончики ешь а за ребенок попросил как бы на пасху сделать верхушку берем кончики наши еще горячие укладываем красивенько в тарелочку берем взбитый белок напоминал белок один белок и три первый вариант просто силиконовая кисточка и обмазываем одной рукой неудобно это что круто не пачкать и обмазываем наши пончики второй вариант можно просто взять пончик макнуть как рекламе макни и переверни и ложим сушиться так проделываем со всеми нашими пончиками хорошо макнуть и перевернуть вот такая красота у нас получилось скоро ребенок придется школы с подружками они с удовольствием попьют чай я сильно не заморачивалась сушить не буду потому что детям важно пооблизывать пальцы со всякими вкусностями поэтому я делала слой потолще главное что было побольше и поинтереснее и послаще теперь точно пока пока